Всем привет! Сегодня будет обзор на сумку от компании Nightcore, называется она NPP10. Она уже мелькала у меня в обзоре на EDC аптечку, как раз я в ней храню медикаменты, которые ношу с собой каждый день. Но сегодня я решил вам показать именно саму сумку, вариант ее наполнения помимо аптечки. Плюс решил сделать наполнение данной сумки приблизительно в одном стиле. Рассмотрим сумку, рассмотрим наполнение. Присаживайтесь поудобнее, берите всякие вкусняшки, наливайте кофе, чай. Кстати, у меня есть телеграм-канал, где люди общаются, делятся опытом, обсуждают интересные темы, поэтому не забывайте подписываться на телеграм-канал, ссылочка обязательно будет в описании. Сейчас здесь появится QR-код, если вы смотрите с телевизора. Ну, а теперь непосредственно про саму сумку. Мини-органайзер, как вы видите, она довольно-таки компактная, 12,5 сантиметров в высоту, ширина 10,5 сантиметров и толщину заявлено 1 сантиметр, но, как видите, ее можно раздуть довольно-таки больше. Весит она 35 грамм, сделана из 500-ой кордуры с пропиткой, отталкивающую воду. В комплекте с сумкой поставляется шнурок длиной примерно 60 сантиметров. Его можно использовать, чтобы носить, например, на шее, если там какие-то легкие вещи. Берем, чтобы он не мешался, потому что я использую данный органайзер либо в сумке, либо в рюкзаке. По внешнему виду. У них бывает два цвета. У меня это черный, бывает еще мультикам. Сзади есть карман и одно большое основное отделение. Также пришито две стропы на передней части, на одной из этих логотип. За них можно что-то цеплять. Например, здесь у меня сейчас прицеплен фонарик NU05. Обзор на него уже недавно есть на моем канале. Интересный фонарик. Единственное к нему нарекание, чтобы добраться до белого света, вам нужно пролистать все режимы. А так отличный вариант, как какой-то маленький маячок, ночничок, либо просто аварийный фонарик у нас. Также имеется петелька, чтобы подвешивать либо на какой-то шнурок, либо на карабин, либо можете что-то просто прицепить сюда. Теперь давайте посмотрим, что в нее влезло. Здесь набор просто для примера. Я хотел вам показать, что можно уместить в такой маленькой сумке. С тыльной стороны один большой карман на всю ширину. У меня в нем лежит нож Kirshawa Lunge 13. Как мне показалось, очень хорошо подходит под стилистику Nightcore. Такой космический нож. Здесь один большой карман, в который можно положить нож, можно положить, например, карты, пластыри, какие-то салфетки. Один объем на всю ширину под сумку. Просто бывают они обычно прошиты посерединке. Здесь он один. Ну и что же уместилось внутрь самого органайзера. Открывается он не сверху, как это принято в большинстве органайзеров, а чуть-чуть пониже, чтобы у вас ничего не выпало, если вы открыли его в положении молнии вниз. На удивление помещается довольно-таки много. Я буду доставать и показывать, что же там уместилось. Начнем сверху. Ручка Fisher Space Pen. Думаю, приставление не нуждается. Это ручка с космическими чернилами, которые можно писать в невесомости, под водой, на жирном, на холодном, на мокром. В общем, писать можно, где только можно, потому что чернила там находятся под давлением и не замерзают. Зимой, например, это особенно актуально. Я думаю, вы все про нее в курсе. Буду откладывать в эту сторону, что уместилось в эту сумку. Далее, что у нас? Фонарик Nightcore NU25. Это первая генерация. Сейчас у них уже вышла вторая генерация. Надеюсь, я скоро вам ее покажу. Первую версию я переделал, убрал у нее стандартную резинку и изменил ее на тоненький желтый шоккорд, чтобы все было в одном стиле, чтобы все было красиво, как будто это сделано на заводе, чтобы это не выглядел какой-то колхоз. Поэтому я постарался подобрать все, даже резинку, в таком стиле, чтобы это выглядело как будто это заводское решение. Мне данный фонарик тоже очень нравится, потому что он занимает мало места, очень легкий, на голове почти не ощущается. На самом деле, можно заменить даже основной фонарик, если вы занимаетесь легкоходным туризмом. Даже в 2022 году модель, в общем-то, актуальна. Приедет новая версия. Посмотрим, сравним обязательно. Могу рекомендовать. До сих пор очень классный фонарь. Дальше. Multitool от компании Sock. Очень компактный, очень маленький. Обзор на нее тоже был. Сейчас будет всплывающая подсказка. Есть свои нюансы, но у него главная фишка в том, что он очень компактный. За это, в общем-то, ему можно простить какие-то косяки по качеству, по изготовлению, потому что он помещается в маленькие органайзеры и позволяет выполнить довольно-таки большое количество задач. Если бы Sock потянул качество изготовления, был бы вообще топовый Multitool, на самом деле. А так, к нему есть вопросы. Но обзор на канале у меня есть. Можете посмотреть, кому интересно. Далее. Зажигалка. Все в цвет. Крикет. Думаю, представление не нуждается. Далее. Powerbank. По-моему, он уже не выпускается. Это Nightcore F1. Очень классная зарядка. То есть, это зарядка и Powerbank 2 в 1. Она может заряжать литиевые аккумуляторы, при этом сама выступать в роли Powerbank. Она довольно-таки компактная. Мне она очень нравится. Жалко, что они прекратили ее выпускать. По-моему, сейчас ее уже в продаже особо-то и не найти. Единственная, конечно, проблема, то, что здесь microUSB. Так бы обновили модельку, сделали бы Type-C. Была бы вообще пушка. Вот такая вот зарядочка, она же Powerbank. Далее. Провода для зарядки, конечно же. Потому что зачем нам Powerbank, если не иметь провода? И тут еще спряталась маленькая Nipis Cobra. Это маленькая Cobra XS. Классная штука. Занимает очень мало места, при этом позволяет выполнить довольно-таки большое количество работ. Классно ощущается в руке. Действительно, ну такая прям мимимишная штука. Если вы думаете над подарком на Новый год, мне кажется, вот отличный вариант подарить человеку, который увлекается всякими инструментами, EDC. Вот прямо классный подарок на самом деле. Потому что, ну, она никого не оставит равнодушной, потому что инструмент качественный, очень компактный, при этом позволяет сделать довольно-таки большое количество работ. Кстати, если вам интересный обзор на Cobra, пишите в комментариях, потому что она у меня не одна. Есть что рассказать. Инструмент действительно очень интересный. Я думаю, те, кто его имеют, со мной согласятся. Так, внутри все. То есть, получается, у нас в этой сумке уместилось вот такое вот количество всяких ништяков. При этом сумка довольно-таки компактная. Сейчас я с нее сниму фонарик. Вот, что поместилось в данную сумку. Внутри сумка выведет вот таким образом. То есть, здесь подкладки нет, потому что на весе всего 35 грамм. Сумка довольно-таки легкая, мягкая, не такая, например, как нейлон у Maxpedition, потому что здесь он прям такой суровый. Здесь прям такая мягкая сумочка, очень легкая. Просто для того, чтобы организовать ваши вещи, они не болтались у вас по рюкзаку либо портфелю. Кстати, давайте посмотрим, влезет ли сюда паспорт. Нет, паспорт не влезет, потому что он по размеру больше, чем эта сумка. Друзья, на этом все. Вот такой вот подсумочек органайзер от компании Nightcore. Надеюсь, обзор был вам полезен. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, на ютуб-канал. Всем спасибо. Пока-пока.